Записали по срокам, мы ждем постановления правительства. Конечно, три месяца никуда не годится, и мы думаем, что вы оперативно доработаете уже в этом году и комплексно подойдете к принятию всего комплекса нормативных актов до конца года. Ну, по крайней мере, мы это вам порекомендуем в нашем протоколе. По благоустройству и вот именно по движащим демонстажу в связи с благоустройством здесь тоже попросим провести индивидуальную работу, направить наш адрес. До 10 июня вам достаточно будет времени информацию с обоснованием необходимости сноса именно конкретного павильона с адресом, с фамилией и так далее. До 10 июня мы тогда вам предложим это сделать. Хорошо. Значит, я предлагаю изучить опыт города Красноярска вот в части регулирования размещения временных сооружений, продлений и с точки зрения создания органов, согласительной комиссии и схемы размещения. У вас действительно нет схемы размещения? Нет, она не может поймем в размещение. Я просто думаю, у нас же законом 31 предусмотрено. У вас схема размещения не стационарных торговых объектов, да? Те объекты, которые у вас подлежат сноса в схеме. Мы включили схему СССР. Ну вот тоже, как бы, такая простая включение. Вы хотели, включили, хотели, исключили. Как будто надо... Схема, она же такой более серьезный документ, фундаментальный. Поэтому, видимо, нужно вернуться к этой схеме, доработать ее. Да, и поэтому это позволяет очень быстро принимать решения. Да, и серьезно, да. Вот, поэтому город Красноярск действительно прошел эту историю. Все мы уже об этом сегодня сказали. Поэтому поизучайте. Если нужно будет, заберемся. В этот город Красноярск мы пригласим коллег. У нас на самом деле даже на уровне Красноярского края, на уровне региона под председательством Сергея Викторовича создана конфликтная комиссия. В городе Ачинске ее нет. Где мы... Вот Сергей Викторович, вице-премьер, сидит и рассматривает вопросы, в том числе с временными сооружениями. Я надеюсь, что мы не будем рассматривать вопросы Ачинска на уровне Сергея Викторовича. Думаю, что все-таки здесь мы рассмотрим. Но это говорит о том, что мы идем навстречу и пытаемся найти действительно из самых сложных ситуаций и проблем, какие-то выходы. Вот. По регистра компенсационных мест. Я еще подумала, есть возможность создать, чтобы он был, и предприниматели могли бы увидеть те места, которые предлагают. Может быть, предприниматели бы предлагали, а вы бы оценивали на предмет того, возможно ли это включить в некий реестр, чтобы в случае, если действительно есть необходимость переноса, чтобы вы могли заработать с этим реестром. По согласованию сетей мы изучим и тоже с администрацией Ачинска свяжемся. Ну да, следует дизайн ухода, то, что сказал Вячеслав Иванович, мы тоже это все предложим. И еще городу Ачинску у меня есть одно предложение. Пожалуйста, подмыслите насчет него. Мы по поручению губернатора разработали стандарт взаимодействия муниципальных органов власти с предпринимателями. Он как раз предусматривает создание такой некой команды, которая бы могла решать какие-то сложные вопросы, конфликтные, проблемные вопросы, вопросы инвестора, предпринимателя и так далее. Он состоит из неких инструментов, блоков. И в этом году мы хотим, чтобы порядка 10-15 муниципальных образований в пилотном режиме внедрили такой стандарт. Это говорит о том, что нужно просто эти сложные вопросы систематизировать работу и взаимодействие с предпринимательским сообществом территории. И у меня два предложения. Подумайте над тем, чтобы тоже включиться и стать в той пилотной региона, где бы вы могли бы внедрить наши предложенные нами инструменты. Соответственно, мне кажется, у вас предпринимательский климат, в целом, вы могли бы здесь говорить. Вот это такое у меня предложение. Просто подумайте, мы с вами сейчас еще пообщаемся. И у меня еще буквально минут 10 я бы хотела пробежаться по презентации с мерами поддержки, потому что вам сегодня несколько раз упоминали о мерах поддержки. Они у нас действительно есть в Краснодарском крае. Поднимите руки, кто обращался в администрацию города Ачинска за, например, субсидии. Вы обращались? Я обращалась за поддержкой в администрацию в плане того, что выделить денежные средства, судить, что павильон долго закрыт, что нельзя переносить, помощь перенести на другое компенсационное место и отделку. 150 тысяч рублей я указала. На что мне пришло, ахвет? Не положено. У меня есть специально... Собоснования? Нет, просто не положено. Мне было разъяснено, что у нас здесь вот положение, там выбросов, необходимый пакет документов, то есть не пустое заявление подается просто, а помогите мне. Там конкретный отказ. И вам всякие документы. Ссылка, где размещены эти нормативные документы, где их можно извести. Просто отказ и все. Без всяких. Ну, на самом деле, если просто заявление без подтверждающих документов, то это действительно не подлежит такое рассмотрение. Но рассказать, рассказать, где посмотреть, как это работает, конечно, наверное, администрация обязана. Вот об этом мы тоже сейчас переговорим. Тоже не думаю, что администрация отчетствует без обоснования, потому что это, в принципе, невозможно. Так. Денис, можно? Ну, пока не тут, пожалуйста. Я, если можно, я попросу. Значит, что касается этого протокола, безусловно, мы его изучим и посмотрим. Но я хотел бы сказать следующее. Да, ну, почему на сегодняшний день это радиальности такой резонансовый? Потому что на протяжении 20-30 лет, ну, может, 20-ти, все-таки, да, этой работой никто не занимался. Мы начали проводить эту работу буквально в прошлом году. Значит, для того, чтобы упорядочить все эти временные сооружения. Значит, то, что касается выработки нормативной базы. Мы над этим работаем, и город Краснякс тоже к этому пришел не сразу. И все эти советы организовались после той как раз работы, которую они в свое время пережили и прошли. И я вас уверяю, что это и мы в свое время, когда приведем все это время в соответствии, и найдем общий язык, и выработаем некую стратегию, которой мы постоянно придерживались. И говорить, как бы, в одностороннем порядке обвинять нас во всех грехах, это, я думаю, что не совсем правильно. Продолжение следует...